Узнать о том, как православные эфиопы отмечают праздник воздвижения Креста Господня, увидеть облачение эфиопских священников, храмы иконы можно на экспозиции «Эфиопия празднующая». Выставка открылась в Санкт-Петербургском музее истории и религии, где и побывала наша съемочная группа. Слово «крест» на амхарском звучит как «мескель». Именно так называется один из главных православных эфиопских праздников – праздник воздвижения Креста Господня. В этот день тысячи эфиопов стекаются в столицу Адис-Абебе и устраивают праздничное шествие. Представители церковных общин исполняют песнопения и танцы. Неподельная радость объединяет участников праздника, символ которого – желтый цветок. Им в этот день украшают свой наряд православные эфиопы. Эти и другие моменты сотрудник музея религии Марбургского университета Констанция Рунге запечатлела на своих фотоработах. В связи с темой исследований она впервые посетила Эфиопию четыре года назад. Тогда же она впервые праздновала «мескель» вместе с жителями Восточной Африки. Праздник проходит на главной площади Адис-Абебе. И, соответственно, вы можете видеть, что около 10 тысяч человек находятся в таком очень приподнятом, радостном, религиозном состоянии. Этот праздник связан с всевозможными пестопениями, с танцами. И люди делятся своей радостью, они готовятся к этому празднику целый год. И праздник проходит в течение целого дня. И, наверное, для меня самым интересным и самым запоминающимся было то, что я находилась среди этих людей, которые были очень спокойны. В то же время они были очень веселы. Вот, наверное, вот это вот самое главное чувство, которое я испытала. Когда Констанция познакомилась с сотрудниками Санкт-Петербургского музея истории и религии, появилась идея создать совместный проект. Для экспозиции немецкая сторона представила фотоработы, а российская – детали церковного облачения, нательные и ручные кресты, кадила, иконы традиционного письма. Несколько священнических и диаконских облачений подарил патриарх Эфиопии. Интересную историю имеют облачения, которые были привезены в Петербург антропологом Николаем Ивановичем Стебельным-Каменским. Эти облачения были принесены в музей в дар от эфиопского патриарха Абуна Паулоса, который скончался, получается, два года назад. Тогда, когда мы четыре года назад ездили в Эфиопию, нам удалось связаться с эфиопским патриархатом и запросить у него для музея экспонаты, которые бы могли пролить свет и помочь отобразить культуру Эфиопии в рамках музейной выставки. Православие в Эфиопии появилось раньше, чем в России. Большое влияние на обряды оказали другие церкви Ближнего Востока, прежде всего коптская и сирийская. Наряду с христианством в стране существуют местные культы, о которых тоже рассказывается на выставке. Экспозиция будет открыта до 21 сентября.